Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то я проведу традиционный вебинар «Правильный понедельник», тему которого предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы проведем голосование. Я предложу совершенно разные топики, разные тематики по разным сегментам финансовых рынков. И та тема, которая будет наиболее востребована, приглянется вам, станет основной и центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, вкратце, это неделя заседаний мировых центральных банков. Буквально завтра состоится заседание Банка Японии, очень важное для нас, потому что мы внимательно следим за японской валютой, ждем по паре доллар-иен, метку 150 иен за доллар. И судя по тому раннюю, который продолжается уже не первую торговую сессию, у меня практически нет сомнений в том, что только на факте волатильности, который ожидается завтра, мы сможем коснуться данного целевого ориентира. Завтра также состоится заседание Резервного банка Австралии. Думаю, что в этой связи будет не лишним рассмотреть в качестве спекулятивной сделки еще и австралийцы. То есть его добавим в наш портфель, посмотрим сначала за реакцию австралийского доллара на итоги заседания Резервного банка Австралии. И, соответственно, если будут хорошие возможности, я подсвечу вам рекомендацию и от вас уже будет зависеть, прислушиваться к ней или нет. В среду состоится заседание американского регулятора. Понятное дело, что на мартовском заседании никаких изменений с ключевым параметром денежно-кредитной политики не произойдет. Но нам важно дождаться пресс-конференции главы Федерезерва Джерома Паула и послушать о планах американского регулятора на последующие заседания. И есть вероятность того, что Пау все-таки еще раз напомнит нам или тем, кто сомневается в том, что почему важно сохранять процентную ставку на высоком уровне, когда есть очевидные признаки усиления инфляции в американской экономике. И в четверг состоится заседание Банка Англии. Очень большую ставку на фунт я делал на прошлой неделе. То, что британскую валюту сможет вытащить макроэкономическая статистика, локальная. Но, к сожалению, фунт оказался ведомым инструментом и под давлением доллара, собственно, проседал. Может быть, появятся интересные уровни для покупки в этот раз, но я пока не уверен. Но событие очень важное, поэтому, если фунт остается в вашем портфеле, вы наверняка знаете, что факт этого события может стать источником повышенной волатильности. Индекс доллара 103.10. На прошлой неделе было много данных по инфляции. Мы разбирали основной индекс потребительских цен, базовую инфляцию, промышленную инфляцию. И в целом пришли к выводу, я думаю, что объективному, что инфляционные риски в американской экономике сохраняются. Чего стоит только рост промышленной инфляции с 1 до 1,6% в годовом выражении. Индекс потребительских цен также прибавил на 0,1% в годовом выражении с 3,1 до 3,2%. Сильный рынок труда. Пока что делаем вывод на основании еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице. 209 тысяч новых обращений. Это показатель, указывающий на то, что сектор прогрессирует. Даже промышленное производство, своего рода вишенка на торте в прошлой неделе, здесь тоже позитивная динамика. На 0,1% показатель вырос, после спада два месяца назад на 0,5%. И, как я уже отметил, сам факт сохранения инфляционных рисков, очевидно того, что есть признаки дальнейшего разгона инфляционного давления, уже отразились на рыночных настроениях, спровоцировали повторный рост доходности американских облигаций. Эталонные 10-летние трежери, за которыми мы следим, так и держатся на отметке 4,3%. И я думаю, что этот рост будет продолжен. Инструмент FedWatch Tool по-прежнему подсвечивает нам, что вероятность снижения ставки в июне составляет 55%, но снижается. И выход дальнейших сильных релизов, которые создадут условия для того, чтобы перегрета экономика и дальше провоцировала усиление инфляционного давления, в конечном счете американский регулятор может сохранить вот эту жесткую позицию гораздо дольше, чем может показаться на первый взгляд. Кстати, ряд представителей американского регулятора допускают то, что ФРС не пойдет на снижение ставки даже в июле. Ну, пока об этом не будем голословно заявлять. У нас есть FedWatch Tool, мы за ним следим и ориентируемся. До июня шансы на то, что ставку снизят, конечно же, крайне низки. В целом у доллара путь вверх открыт, и ждем дальнейшее восходящее движение. Это, кстати, будет оказывать давление на рынок драгоценных металлов. Золото продолжает проседать, уже котировки в 2146 долларов за тройскую унцию. Рыночное настроение 50 на 50, доходности трейжерис высокие. И если вы все еще остаетесь в длинных позициях, вам стоит подумать, что такой фонд, мягко говоря, не создает условия для развития восходящей динамики. Вероятно, впоследствии золото найдет основания для роста. Но когда это произойдет, я вам подсвечу, что есть эти условия. Сейчас есть очень высокая вероятность того, что золото будет корректироваться в районе 2100 долларов за тройскую унцию. Доллар иена 149.15. Итоги переговоров профсоюзов и бизнеса по заработным платам поднимут зарплаты на 5,28%, но это верхний предел. И состоятся еще несколько раундов переговоров, где будут обсуждать уже более детализированную картину изменения зарплаты для сотрудников компаний малого-среднего бизнеса. Может быть, те участники, опять же, рынка, которые считают, что это наиболее чувствительная категория, кажутся правы. Я с ним согласен. И действительно есть мнение, что именно второй раунд переговоров, который состоится 22 марта, имеет наибольшее значение. Но это тот раунд переговоров, который пройдет уже после заседания Банка Японии. Мы его ожидаем завтра, как и все. И еще раз повторюсь, что нет почти сомнений, что пара доллар-японская иена вот в ближайшие часы сможет добраться до отметки 150 иен за доллар, где можно будет уже фиксироваться, друзья. S&P 500, американский фондовый рынок, 5200 пунктов. Сейчас ждем новые исторические максимумы. Биткоин 68700 после коррекции. Внушительный, но нормальный после такого ралли, которое ранее наблюдали. Снова демонстрирует восходящую динамику. И я ожидаю повторное тестирование сопротивления 70 тысяч и выше. Отток биткоинов с биржи продолжается. За последние 2,5 недели было выведено биткоинов на 4 миллиарда долларов. Это максимум за последние 5 лет. И, соответственно, дефицит все-таки будет расти и оказывать соответствующую поддержку главному родначальнику всей криптоиндустрии. Евро против доллара 1,0886 тоже в соответствии с прогнозами идет развитие нисходящей динамики. Глава Банка Финляндии Оли Рен подтвердил, что ЭЦБ начал обсуждать возможности более раннего смягчения экономической политики. И, может быть, это первый признак того, что ЭЦБ пойдет на снижение ставки раньше июня. Сегодня выйдут данные по инфляции. Февральский показатель не финальная оценка, а одна из первых. Если будут сюрпризы, например, дополнительного снижения базовой инфляции с 3,1%, может быть, до 3%, то к этому нужно быть готовыми. Чем ниже будет инфляция, тем больше будет оснований для Европейского Центрального Банка все же пойти раньше на смягчение национальной монетарной политики. И что касается рынка нефти, 85 долларов за баррель сейчас хорошие условия для открытия спекулятивных ланговых сделок. И самый главный фактор поддержки – это рыночный сантимент. Толпа находится в продажах. И очень сильные данные по китайской экономике, в частности, по промышленному производству. Они вышли несколько часов назад. Рост с 5,8% до 7%. На этом, скажем, фундаментальном топливе нефть может легко улететь в район 87-88 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok